Мы проводим запись бесед, которая называется «Житие святых во свете Библии». Это 12 книг Дмитрия Ростовского. По определенным эпизодам вопросы мне задавали в университетах где-то. Я вот составил такой материал. Сейчас у нас будет глава вторая, это о семье. Все эти материалы у меня помещены в книгах «Открытым оком», 7-8 том. Это прямо оттуда берем. Вопрос. 1811-й. Бегство из мира было связано с домашними трагедиями, с развалом семьи. Христос летом научил иноков. Мы только что записали по одной фразине, с кем она была. Что она? Ну она стала иноком под именем. Иноком стала. Ее обманули. Все научили неправильно. И какое страдание отцу принесли. Это же, сегодня если фильм поставить, весь зал будет рыдать. И дальше ответ. Это те ответы, которые я давал людям, когда на этот вопрос. Это мне вопрос задали. Часто бросали семью как раз те, кто жил в благочестивой семье, как Алексей, Божий Человек. Так уже привыкли, что он Божий. А остальные тогда чьи же, кто живет в семье и спасается по Духу Христову. Люди нашли себя в горах, в скитах. Попробуйте поставить себе вопрос и найти ответ. Почему никто не запечатал Марию Магдалину в какой-нибудь монастырь? Или почему ее не обручили Христу, в кавычках, для сохранения ее бисера девства? А она, как на парусах, летела по миру с проповедью Евангелия. Может быть, вы придете к той мысли, что все же Дух Первого века и то, во что потом вылилось христианское учение об угождении Богу, потом не одно и то же? По описанию вида их очень много похоже только на одного библейского персонажа, утонувшего в гордости и тщеславии, и высокомерии. Он нашел себя тогда, когда над ним сгустились семь времен, и он был по виду самый настоящий отшельник, подобный Ануфрию. Даниил 4.30 В тот час и исполнилось это слово над Навхудоносором, и отлучен он был от людей, и ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Житие Ваты, 1 мая Цитата Достигший 30-летнего возраста, он оставил отца, мать, жену и детей, имущество свое раздал бедным, и ушедший из родительского дома, принял иночество. Житие В России Невсковской, 15 мая После сего прошло много времени, и мать преподобного проведала от некоторых людей о месте его пребывания. Взяв с собой все необходимое для путешествия, она пришла к тому месту на берегу реки Толвы, где жил преподобный. Подошедший к его шалашу, она стала просить его, говоря, «Дорогое чадо мое, утешь старость матери твоей, покажи мне ангельское лицо твое, не дай мне со скорбью сойти в могилу, где почивают и отцы наши». Через щель святой Ефросин увидел мать свою, и узнав ее, сказал ей, «Не скорби, мать моя, уйди отсюда, не утруждай старости твоей, если ты желаешь увидеть меня здесь, то не увидишь уже в той жизни. Иди же в монастырь, и, подвязаясь, спаси душу твою». Так и не достигла мать преподобного исполнения своего желания. Со скорбью она ушла от него, поступила в один из монастырей, и, проводя дни свои в благочестивых подвигах, оставалась в нем до самой кончины своей. Преподобный же Ефросин, доблестно и славно проведший жизнь свою, приставился ко Господу. Это все биографии о разрушении семьи. Я их жена из жития, и всех житий выбрал отдельно только короткие моменты, доказать, что это именно так. Матери своей он так научен, если ты меня увидишь, то царствие Божие уже не увидишь. Даже изуверством нельзя назвать. Монашество имело определенное бы оправдание какое-то, если бы не было Евангелия. Не было бы сердца человеческого, просто бездушные какие-то ржавые железки вместо сердца имели. Все что угодно делает. Но главное, это любовь. Где же эта любовь-то? Любовь к матери. И церковь потом стала принимать меры, стало государство разваливаться. Это, прочитаем, отдельные каноны были, чтобы не бросали родителей, да поили, да кормили. И она верующая при том. Житие Ксении Евсевии. 24 января. Цитата. Когда уже приближался день брака, и все готовились к нему, блаженно Евсевия, посоветовавшись со своими отраковицами, переодилась вместе с ними в мужеские одежды. И, взяв немного необходимого из имущества, вышла с ними тайно из дому. Так как двери оказались не запертыми, а снив себя крестным знамением, они обратились ко Христу Богу с молитвою. «Прибудь с нами, Сын Божий, и укажи нам путь, к которым мы должны идти, ибо ради любви к тебе мы оставляем дом и все, что в нем, и решаемся лучше странствовать и жить в скорбях, к тебе стремясь и тебя желая обрести». Так они помолились со слезами, выходя из дому, и затем пошли плача и радуясь в одно время. Находясь на этом острове без опасений, относительно поисков, они снова переменили мужской вид на женский, и, сняв в наем небольшой уединенный домик, жили в нем благодаря Бога, которому и молились постоянно, чтобы он послал им имеющего духовный сан человека, могущего влечь их в иноческий чин и позаботиться о душах их. «Заклинаю вас Богом, чтобы все это вы сохранили в тайне до конца моей жизни, и никому не говорили ничего о бывшем с нами или имеющем случиться. Если же кто-либо спросит вас о моем имени, скажите, что я называюсь Ксения, что значит «чужестранка», ибо, как видите, я странствую, оставив дом и родителей ради Бога. «Отсели и вызовите меня, не Евсевии, а Ксении, так как я не имею здесь постоянного жительства, но странствую вместе с вами, в этой жизни ищу будущего». То есть ни одного евангельского слова нет, это все монашество. Они придумали это отбежать, и главное, вот так, как они учат. А о Евангелии вообще никакого отношения. Здесь Евангелия нет вообще. О рождении свыше, о жизни по совести, вообще этого ничего нет. И они продолжают сегодня это защищать. Но здесь только одно уже, что приготовил Господь какой-то определенный род людей, как хворост под котел гореть. Их ничем нельзя не упереди, страшно упрямые. Мне вчера только стало известно, знакомые мне люди, которых я знал, ходили вместе, мы занимались где-то, бросили паспорт, чтобы, ну, все, что было у них, даже в мобильный телефон выбросили. Там авель, такой монах, ездит, и он отравляет сегодня в настоящее время, чтобы не погубить души. Какой чип, где нашли? А там 666. Цифры боятся. Это надо довести до этого состояния людей, которые Евангелие считали, которые молились. Вот так действует эта монашеская отрава. Это яд. По совершении брачного пира, когда новобрачные были введены в брачную комнату, Макарий притворился больным и не прикоснулся к своей невесте. От глубины своего сердца молясь единому истинному Богу и на Него возлагая свое упование, дабы Господь в скором времени даровал ему оставить мирскую жизнь и соделаться иноком. Житие Нины. 14 января. В 12-летнем возрасте святая Нина пришла со своими родителями в святой город Иерусалим. Здесь отец ее, завулон, пылая любовью к Богу и желая послужить ему иноческими подвигами, принял по соглашению со своей супругой благословение от блаженного патриарха Иерусалимского. Затем, простившись со слезами со своей юной дочерью Ниной и поручив ее Богу, отцу сироты, защитнику вдов, он ушел и скрылся в Иорданской пустыне. И для всех осталось неизвестным место подвигов этого угодника Божия, равно как и место смерти его. То есть бежал, бросил дом, и теперь только это подвиг. Они рассматривают как подвиг это. А сколько скорби, печали, как дальше было. Все это надуманное. Главное это любовь. Она даже не поминается здесь. По отношению к детям, к жене. Житие митрополита Филиппа, 9 января. Цитата. «Родители воспитывали его во всяком благочестии. Когда он немного подрос, его отдали в обучение книжное, в котором он преуспевал с особенным усердием, чуждаясь в то же время свойственных детскому возрасту игр и забав. Таким образом, Феодор в скором времени постиг всю книжную премудрость и навык в душеполезном чтении. Когда он достиг 30-летнего возраста, случилось ему по особенному божью промышлению, презревшему на него войти в церковь во время совершения божественной литургии. Здесь он услышал слова Евангелия. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Так вот так как раз и относятся. Не можете услужить Евангелию и монашеству. Одно будете любить, другое ненавидеть. Любя монашество, эти люди ненавидят Евангелие. Они разговаривать не могут. Я монахов многих знал. Где-то они сразу злиться начинают. «Это вы еретик, это все святые, это все такие». Я говорю «Евангелие». «Евангелие не поминай даже». Я открываю Священное Писание. Ну что, это баптист какой-то. Это новая религия, новая, которая по основанию не имеет Евангелия. Так мы берем постепенно, дальше откроем, что у них надежды никакой нет. Своими подвигами, как они называют, вот это истязание тела свое, садизм настоящий, это подвиг. И мы увидим такой, этот подвиг, который полностью отрицает жертву Христа. Пытается поставить свою праведность, как апостол Павел в послании к римлянам говорил. Пораженный этими словами, он размышлял в себе, что эти слова относятся и к нему, и решился оставить мирскую жизнь. Вспомнив о Соловецком монастыре, что там добре подвизаются иноки, он вознамерился удалиться туда. Сотворив молитву перед святынями, со слезами преподая к чудотворным ракам святых и приложивших к святым мощам, Федор пошел с молитвою в путь, тайно ото всех оставив царский двор, отечество и родных, взяв с собой лишь самую необходимую одежду. Между тем, родители повсюду разыскивали его по городам, и нигде не нашедшие много плакали о нем. Это верующие родители, он такую устроил им жизнь. Постиг книжную мудрость, там книжка-то одна была, там ничего не было. Постиг так и Ломоносов, там навигация, там звезды, ничего этого не было. И дальше все наворачивает, и наворачивает, вот он пошел к ракам, то есть он пошел по мощам. Нигде Евангелие слова, даже одного слова нигде нет. А вот он услышал, церковь и Евангелие считает. И он как будто никогда не слышал Евангелие, постиг всю книжную мудрость и стал размышлять, это к нему как-то относится. А почему ты не считал, что тебя Бог благословляет на проповедь, эти благовестия? Рядом татары, разные нации живут туда, вот Мар-2, там где Чубаши, там везде придут мусульмане, где-то буддисты. Православие упустило все это. Вот среди России-то посмотри, сколько других народностей, другая вера. А почему? Монастыри. А мусульмане не сидели, они шли сюда, и теперь вот, пожалуйста, татары, Казахстан, Киргизия, Туркмения, это все монахи проспали. Главное смотреть на внутренний мир свой, а внутри-то ничего нет, помилуй, помилуй, помилуй. Веры-то не было в Бога. И дальше житие. Житие Симеона Столпника, 1 сентября. Цитата. Родители Симеона искали его два года и не могли найти, так как Бог скрывал его. Ну, Бог скрывал его. За Бога отвечает. Что бы ни делали, это Бог. То есть, посмотришь, у них страха никакого не было. Я не знаю, от Бога это или нет. Много плакали они о своем сыне и так сильно скорбели, что отец его от печали умер. Не бедно. Симеон же, обретший себе отца в Боге, ему предал всего себя от юности. Все. Отца умолил, пошел дальше. И дальше он будет такое вытворять, когда прочитаем здесь. Даже монахи содрогнулись. Когда он веревкой перетянулся, за водой послали, а он перетянулся по голому телу, а веревка из пальмовых листьев, и она у него вросла в тело. И он стоит в подрязке такое зловоние, и с червью выпадывает. Едва веревку вытащили из тела. Это даже мазохизмом нельзя назвать. Это что-то сверх этого. И это прославляется. Но Господь-то не для этого. Кто, говорит, разрушит храм сей, того покарает Бог. Тело это наш храм. Его надо наберечь, держать в опрятности. Дальше. Житие Феодосия Печерского. 3 мая. Цитата. Благоверные родители с ранних лет воспитывали своего сына в благочестии. Когда же он подрос, отдали его учиться грамоте. Скоро Феодосий столько основательно изучил божественное писание, что все удивлялись его разуму и мудрости. С отроческих лет Феодосий каждый день ревно-то посещал храм Божий и со вниманием слушал все, что здесь читалось и пелось. Всегда до конца выстаивал церковные службы. Уже в эти годы он сторонился своих сверстников и не принимал никакого участия в детских играх. Вот заметь, все подчеркивается. Впереди только прочитали и здесь. Эти дети никогда не играли. Хотя Господь говорит, дети играют. Везде говорится. Дети, это какой-то грех, дети играют. Но смотря как играют. Никак. Откуда это взяли, ничего не понятно. Господь говорит, подобно детям, которые играют и прочее. Здесь в скором времени, согласно велению божественного промысла, суждено было умереть его отцу, праведная душа которого переселилась из Юдали земной в обители небесные. Однажды Феодосию случилось встретиться со странниками из Иерусалима. Заинтересовавшись их рассказами и воспылавшись сильной любовью к святым местам, блаженный юноша упросил их вместе с ними посетить те святые места, где обитал и пролил свою бесценную кровь ради нашего спасения спаситель мира. И вот, исполняя свое намерение, Феодосий ночью тайно от матери отправляется в дальний, в далекий путь. Мать же три дня вся в слезах искала его по городу до тех пор, пока не узнала, куда он пошел. Блаженный юноша, не зная, что делать, встав ночью, тайно вышел из дому. Ушедший отсюда в соседний город, он поселился у пресвитера, где и продолжал свои труды. Мать снова разыскала его и, нанесши ему побои, заставила его опять вернуться в свой город. Мать плохая, а он хороший. А то вообрази только на себе эту картину. Один раз вернула его, он обратно назад. Это воспитание все монашеское, это он от них нахватался. Да где это в Евангелии это видано-то? Ему кто-то препятствовал верить, считать Евангелие, благовествовать, трудиться для Бога. Ничего этого нет. Монастырь это основа, это самое главное, что есть на земле. И тот, который постриг, то ее сразу схему постриг. Ну и все. Житие Варлама Печорского, 19 ноября. Цитата. На другой же день после беседы со старцем, оставив не только родителей, но и обрученную уже с ним невесту, он сел на коня, одеты в светлые дорогие одежды, и, имея при себе множество пеших слуг, ведущих убранных коней, торжественно прибыл к пещере. Боярин Иоанн, узнав, что его любимый сын постригся в иночество, сильно разгневался на преподобных, и, взяв с собой множество слуг, напал на спасавшихся в пещере иноков и всех разогнал оттуда, а сына насильно вытащил вон, и, сорвав с него мантию и куколь, бросил их в ручей. Ну, вот он отец плохой. Ну, отец, это его сын, и без воли отца он ничего не должен был делать, это и так понятно. Но тут показывают, отец, это тиран. А сын-то что раздетый-то? Отец на него сразу добрые одежды надел, идет, и там какая-то грязная канава, он вырвался, и вот канаву в одежде начал крутиться, всю одежду испачкал. Какой он молодец! Ну, где что евангельское-то? Не евангельское, вообще никакого нету. Житие Кирилла Новоизерского 4 февраля Цитата Через несколько лет родители узнали, что Кирилл пребывает в обители Корнилиевой. На 12-й год пребывания там Кирилла отец его пришел туда и постригся с именем Варсонофия. А через некоторое время получено известие о матери Кирилла, что и она, пожив добродетельно и благочестиво, также скончалась в иночестве с именем Елены. Отец Кирилла, прожив в обители три года, в посте и молитвах приставился ко Господу. Понятно. Так, вопрос. 1812. Случается, что муж застает жену с другим и убивает ее вместе с ее Давидом. В кавычках. Что посоветовали бы таким уриям делать в подобной ситуации? Я встречал таких. Они, когда приходишь, там, помывочная, в душевой, и один такой, пожилый, говорит, я жену застал с ним, и я обоих убил. Я встречал таких. Ответ. Говорят, чужую беду руками разведу, а своей толку не дам. Не дай Бог иметь такую эмансипированную Еву. Только не убивать. Вариантов много. По шкале веры легче всего простить и принять ее. Пониже будет проучить, как Христос учит церковь, когда она ему изменяет, ибо здесь прообраз на лицо. Ефесянам 5,24. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Ефесянам 5,32,33. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену как самого себя, а жена добоится своего мужа. Можно по закону, дозволяющему развод. Можно просто встать и уйти. Но сегодняшняя Зоя начнет судиться и кроме дома отсудит у тебя и зарплату, и посадить может, найдя свидетелей, что он ее бил или насиловал. То есть как поступить? Это вопрос мне задают. Я показываю все варианты. И дальше как это в житиях святых было? Мне это по житиям святых надо показать. Житие Павла Препростого. 4 октября. Цитата. Сей Павел был земледельцем в одном селении. Человек он был не научен, не ученый. Душой уже был весьма прост и не злобив. Он вступил в брак с женщиной красивой лицом, но дурной по своей душе и поведению. Долгое время она тайно от мужа вела прелюбодейную жизнь. Однажды, возвратившись с работы домой, Павел застал жену свою с другим. Тогда, немного усмехнувшись, сказал он прелюбодею, «Хорошо, хорошо, я совсем не обращаю на это внимание. Призываю во свидетельство Иисуса Христа, что я не желаю более жить с нею. Вот ты обладаешь ею, посему и детей корми, а я уйду и стану монахом». И тотчас же, оставив все, Павел ушел из дома. Никому он при всем ничего не сказал и порочную свою жену нисколько не укорил, но молча пошел в пустыню. Вот этот вариант, какой бывает. О нем хорошая биография написана. Снова вопрос 1813. Сколько дней после крещения крещеная жена не должна быть в сожительстве с мужем? Этот вопрос сегодня священникам задают. Ответ. Нигде в Библии нет об этом ни слова. Если муж не верующий, то дело сложнее. Попытайся уговорить его хотя бы на неделю побыть в розь. Но если он настаивает, покорись ему, в этом не согрешишь. То, что монахи разводили людей по разным углам на ночь, то это их монашеский, пещерный, неутолимый грех. Сами, лишившись радости семейной жизни, они лютовали против соития жены с мужем и шли на ложь, на развращение и разрушение семей. 1 Коринфянам 7.5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. А теперь по житиям посмотрим, как наученные монахами, как они поступали. Вот Павел говорит так, а они на это не смотрят. Житие Марии Галендухи 12 июля Цитата Галендуха была приведена бесплотным ангелом к ангелу во плоти, которым она была наставлена в вере и крещена. При крещении дано было ей имя Марии, который во плоти ангел, это монах, только они так называются. По принятии крещения она снова возвратилась в дом, но уже не повиновалась естественному супружескому закону, не желая быть оскверненной нечестивым мужем, так как была обручена невестой Христу по наставлению духовного отца, крестившего ее. Галендуха пребывала в посте и молитве, посвящая ей целые ночи, она день проводила в молчании, не желая беседовать с неверными, а мужу своему не позволяла и прикоснуться к себе. Удивлялся муж, происшедший с ней неожиданной перемени и ее необычному поведению, недоумевал, что это с ней случилось и беспокоился о ней, но особенно жалел он о лишении плотского соединения с ней, ибо она совсем не желала общения с ним и долго он старался сломить ее упорство то лаской и просьбой, то насилием и побоями, но не мог достигнуть цели, так как невеста Христова была укрепляема невидимую силой Божией, и муж был не в состоянии одолеть ее. К слову сказать, Галендуха, моя мама Мария, она как раз в этот день родилась, в этот день крестили, и мы когда считали, все, Галендуха, Галендуха, ничего это не знали. Вопрос 1814. На каких-то конкретных житиях могли бы показать, что эти святые сами придумывали подвиги себе? Меня спрашивают. Я отвечаю. Таких житий очень много, и я частично их использую, чтобы показать, что знание Писания обошло их стороной. От похоти, плоти, от разжигания дано только одно по-настоящему действенное апостолам рекомендуемое лекарство, не стареющее и вполне безгрешное. 1 Коринфянам 7-9. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Единственное средство. Они его отвергли. Еще удивляется мусульман много. У них по 4 жены, а тут одну не надо. В конце концов вылилось вот то, что есть. Но стремящиеся к иному пути, который выдумали чернорисцы, прославляют свои пути, пренебрегая Божий путь, считая, что лучше разжигаться под шкурой или в норе подземной. И нигде нет намека на то, что если дать какие-то иные иноческие обеты, кроме крещения, то ты можешь теперь разжигаться, а жениться тебе уже нельзя. Все это от иного духа, но не святаго, изрекшего это правило в Каринской церкви. Исайя 55 глава 8-9 стих. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли и ваших. Житие Вородата 22 февраля Цитата Преподобный Вородат был родом из Антиохии. Избрав себе подвиги созерцательной отшельнической жизни, он заключился сперва в одной хижине, а потом через несколько времени удалился на одну высокую гору и безвыходно стал жить в келье, которую сам соорудил себе. Эту келью преподобный Нарочито устроил так, что по размерам своим она была меньше его роста, а потому он всегда стоял в ней сгорбившись, а лежал согнувшись. Келья была без окон, с одной только дверью, да и ту святой держал всегда закрытую, чтобы оградить себя от сторонних посетителей. А для проникновения внутрь кельи дневного света вместо окон он устроил в стене скважины, которые были так широки, что он никогда не имел в своем жилище защиты ни от дождя, ни от солнечного зноя. В таком тесном и неудобном помещении святой Вородат прожил много лет. Впоследствии, уступив убеждениям антиохийского епископа Феодорита, он вышел из своего жилища, но зато с этого времени стал носить одежду из шитых кож, которая с ног до головы покрывала все тело его, и только около рта и носа для свободного дыхания в ней были оставлены небольшие прорезы. Ваххабит настоящий. Не имея возможности в такой одежде ходить, преподобный постоянно стоял на ногах с воздетыми к небу руками и прославлял Бога. Таким образом, святой Вородат всегда пребывал в затворе. Он нес такой подвиг не для усложнения плоти, а для того, чтобы принуждать себя переносить телесные боли и тем смирять свою плоть, так как он одержим был сильными страстями, его постоянно разжигали пламенные неукротимые похоти. Когда преподобный ради получения обещанной подвижником награды в вечности довел до измождения плоть свою, то отошел ко Господу и принял от него вечный покой. Что отошел именно ко Господу и принял покой, это никто не знает, это уже такая концовка, он стандартно это записывает, что полностью шел против Евангелия всю жизнь, но монахом все, списали все грехи. Ну где он это видел такое, разжигался и разжигался и разжигался до самой смерти и отошел ко Господу, еще неизвестно от чего. Житие об отшельнике некоему 4 февраля. Не узнали даже его имени ни фамилии, но так как он пришел в монахи, отшельник, его поместили уже сюда в список. Вот что удивительно. Цитата. Через некоторое время отшельник встретил женщину и после продолжительной беседы с нею от душевного невнимания своего был увлечен похотью. Придя затем под внушением дьявола в одно уединенное место к реке, он уразумел наконец, что впал в согрешение на радость своему врагу дьяволу в отчаянии, что он опечалил духа святаго, ангелов и святых отцов, из которых многие, живя в городах, побеждали дьявола, отшельник намеревался броситься в речную быстрину, забыв, что Господь всегда готов прийти на помощь всем уповающим на него и желающим исцелиться от своих согрешений. Только увидел женщину и все. Пошел за водой и послал стрелок, женщина идет оттуда, я уже согрешил. До того удивительно, как это было просто. Даже кошку выпущу, и то кот сразу на нее не заскочит. Житие Венедикта, 14 марта, цитата, на святаго напала такая брань плоской страсти, какой с ним никогда не было. Блудный бес, преобразившись в некую жену, виденную однажды преподобным еще в юношеском возрасте, предстал пред его очами и в умерчленном теле его вожег такую страсть, что он едва не впал в отчаяние. Ему на ум приходил наносимый лукавым помысл возвратиться в мир, но Божья благодать укрепляла его и соделала победителем над страстью. Успокоившись, он увидел недалеко от себя множество растущей крапивы и терномника. Сняв с себя одежду, Венедикт нагим бросился в терния и несколько часов валялся среди него, перенося сильнейшие ожоги всего своего тела. И так он продолжал делать до тех пор, пока не увидел, что он весь обливается кровью. Избавившись таким образом от скверных помыслов и блудной брани, он пламенно возблагодарил Господа. Так, на этом закончим этот видеоролик, потому что дали указания на полчаса и чуть, может, побольше. Во славу Божию. А если бы он женился, ничего это не было, крапива бы росла, крапива у нас в Потеряевке косят, свиней кормят, выращивают, помогают, племянник учатся в университете, идет жизнь. Ну, вот такой монахи устроили эпопею по всему миру. Все. Тебя на улице.